Дамы и господа, всех приветствую. Знакомьтесь, это Galaxy A71. Про него сегодня пойдет речь. Телефон за 30 тысяч рублей. Посмотрим, как снимает, как фотографирует, расскажу про его фишки, внешний вид обсудим и вообще взглянем на него. Поехали! Перед тем, как начнем, советую зайти ко мне на канал, посмотреть, потому что я снимаю не только технообзоры, у меня еще есть влоги, куча других видео. Зайди, посмотри, может понравится. Оставайся со мной. Ну что, 30 тысяч рублей, Galaxy A71, полная замена Galaxy A70. Так, в принципе, Samsung его позиционирует, что, ребят, мы выпустили Galaxy A71, который на полках магазина полностью заменит Galaxy A70, в том числе и даже по цене. То есть цену обещают такую же, как у Galaxy A70. Ну а фишек здесь стало больше. Давайте разбираться. Во-первых, предлагаю заценить вот это вот включение. Мне очень нравятся такие вот анимации, там всякие, знаешь, плюшевые вот эти шарики. Samsung сделали вот с этими живыми обоями, сделали очень круто. Мне нравится, как выглядит. Итак, Super AMOLED дисплей. Точнее, Super AMOLED Plus дисплей. Размер такой же, как в, к примеру, S10 Lite, 6,7 дюйма. Вот они, кстати, справа. Получается S10 Lite, он стоит примерно 45 тысяч рублей. A71 стоит 30 тысяч рублей. Экраны у них совершенно просто одинаковые. 6,7, Super AMOLED Plus и разрешение 1080 на 2400 точек. Gorilla Glass и здесь есть сканер отпечатка пальцев под дисплеем. Это круто. Сзади вы нигде не найдете, лишнее все ушло. Здесь у нас 4 камеры, вспышка, фронтальная камера и сканер отпечатка пальца прямо в дисплее. Круто. Super AMOLED дисплей, конечно, есть. С уведомлениями, куда захотел. К примеру, ну там, как это, YouTube. Нажал два раза на YouTube, хоть и открылись. Хопа, открылся YouTube. Это круто. В отличие, к примеру, от того же S10 Lite, в A71 есть джек 3,5 миллиметра. Кому-то это еще нужно, кому-то это уже не нужно. Решайте сами. Продается, кстати, в трех цветах в России. Черный, серебро и голубого цвета. Аккумулятор здесь 4500 мАч. Быстрая зарядка, 25 Вт поддерживается, она же идет в комплекте. На задней стороне у нас 4 камеры, плюс вспышка. Посередине, вот здесь вот, камера на 64 мегапикселя. 64, боже мой, куда столько? Вау. Основная камера, она же снимает у нас видео. Опять же, хочу вам показать свою любимую макросъемку. Видео здесь о суперстабилизации можно снимать. Сейчас вам покажу, давайте запишем камеру. Макросъемку, и после этого мы можем делать потрясающие снимки. Включается вот здесь суперстабилизация. У нас и так есть стабилизация, когда мы будем просто снимать. Есть суперстабилизация, которая у нас прям делает такую киношную картинку. Мы, если мы даже бежим, идем, неважно. Будет все очень стабилизировано. Круто. Размер видео основной камеры составляет 4К, 30 кадров в секунду. Размер фронтайной камеры, сейчас посмотрим, тоже 4К снимает 30 кадров в секунду. Есть камера еще, макро. Безумно крутая штука. То есть можно снимать какие-то предметы с расстояния 3-5 см и получать крутые снимки. Она находится вот здесь, под вспышкой. Отдельная съемка макрокамеры на 5 мегапикселей. Опять же, хочу вам показать свою любимую макросъемку. Мы переходим в раздел еще. Включаем макросъемку. И после этого мы можем делать потрясающие снимки. Просто потрясающие снимки от 3 до 5 см. Вот так бах. Давайте еще какой-нибудь. Бах. Прям всю текстуру снимаем. Шикардос. Есть ультра-вайт на 12 мегапикселей. И вот здесь наверху находится еще тоже 5-мегапиксельный сенсор. Он отвечает у нас за глубину, чтобы делать лучше эффект боке. Когда я портрет фотографирую, чтобы был задний такой замыленный. Селфи-камера у нас... Селфи-камера. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Экран у нас безграничный. В виде О. Раньше были капельки. Теперь все выделено. Одинно смотрится классно. Мне так больше нравится. Вопросов нет. Сбоку у нас этот изогнутый экран, на котором можно доставать приложения, к примеру, такие как компас, счетчик чисел, считать покупателей, кто-то зашел, что-то еще. Уровень поверхности, чтобы что-то прямо повесить. Линейка, чтобы что-то замерить. Быстрый доступ к приложениям своим. Можно создавать группу приложений. Это удобно. К примеру, я сажусь там в машину, включаю навигацию YouTube сразу. Или любые два приложения. И дальше между ними уже можно смотреть YouTube, к примеру. Будем продолжать смотреть YouTube. Чуть потише сделаем. И в то же время будем где-то там сидеть в интернете. Круто. Есть, кстати, NFC. Поддерживается беспровадно... Беспровадно. Бесконтактная оплата. Прямо с телефона. Пачек приложил. Оплатил. Все. Пошел дальше. Безумно удобная штука. Блютуз версии 5.0. Ну, понятно, там GPS и так далее. Все. Смысла нет перечислять. Давайте посмотрим на слот. Здесь у нас уже будет 128 гигабайт памяти встроена. И, к примеру, в отличие от S-версии... Точнее, S-серии. Такой, как S10 Lite. К примеру, здесь мы можем вставить одновременно две сим-карты и карты памяти. И плюс у нас еще встроенной памяти есть. В S10 Lite, к примеру, у нас только комбинированный слот. Либо две симки, либо карта памяти и одна симка. Конечно, если очень захотеть, там можно и то, и то сделать. Это в интернете. Смотрите. Можно там все это дело урезать и сделать. Здесь у нас полноценный слот. Ну, как полноценный. Ну, я его так и назову полноценный. Две симки, карта памяти. Встроенная память 128. Операционная система Android 10, One UI, ну, палочка One UI 2. Это все стандартно. Здесь у нас сверху бар, в котором мы можем сразу кучу функций включить, выключить. Dolby Atmos поддерживается. Очень классная тема, когда ты, к примеру, слушаешь по... По проводным наушкам только работает. Очень классно. Прямо советую всегда слушать. Расширяет твое, как бы, восприятие музыки. Очень классная тема. Поддерживается боковая подсветка. Ну, и красиво это на всех AMOLED-ах есть. То есть, к примеру, когда у тебя телефон лежит, тебе там сообщение приходит или что, такая очень классная штука ползет. Snapdragon 730 здесь теперь стоит. Раньше у нас стоял 675. И камеры в Galaxy A70 были 32 плюс 8 мегапикселей, а здесь 64 плюс 12. Ну, по мегапикселям, да, конечно, все подросло. По качеству, в принципе. Ну, как по картинке, которая получается. Как фотографировать? Тут уже все зависит от человека, который реально фотографирует. Сейчас вам предлагаю взглянуть уже на примеры фото и видео, которые я здесь получил. По фотографии у нас возможно включить широкоугольную камеру. Здесь на 123 градуса все это дело можно сфоткать. Ну, основная камера у нас всегда работает с умным помощником. Вот здесь он загорается. Он умеет автоматически определять сцену. Сейчас вот было показано, что типа в помещении. То есть там слабое освещение, все дела. И то есть что-то фотографируешь. Сейчас, например, там хоп, навел. Он мне здесь показывает вот цветочек. Живой фокус. Живой фокус, то есть замыливание. Я это просто так называю, замыливание заднего фона. Видеозапись. Видеозапись, как уже говорил, с суперстабилизацией. Здесь, в отличие от S10 Lite версии, просто от S линейки, нету съемки видео с живым фокусом. Нету. Но есть макросъемка. Это крутая штука. Так, давайте переходим, к примеру, фото и видео. Посмотрите, послушайте, как записывать микрофон. Все ли вам нравится. И пишите свои просто мнения в комментариях. Поехали. Запись, основная камера. Сейчас обычный режим. Приключаться в Wide. Его обычно не умеет. Вот, можно только прозумировать. Давайте с вами кораблик прозумируем. Тут максимально восьмикратный. Если на дальность, то это получается вот максимально вот так вот. И уменьшаем. Хопа. Один. Давайте с вами пройдемся. Обычная такая вот походка. Заодно сможете проверить стабилизацию видео. Сейчас на себя камеру передвину. Вот так будет на вытянутой руке снимать. Вот. И звук, соответственно, сможете тоже попробовать. Что еще сказать? Ветреная погода. Немножко снега. Как раз очень хорошо сможете микрофон проверить, как работает. Оба. Все бегают в лесу. Так, ну а давайте фронт проверим. Фронтальная камера. Galaxy A71. Проверим, как будет отрабатывать. Обычно такая походочка. Так что будет немножко трястись. А если остановится, то вот так будет. Попробуем приблизиться. Ну-ка рассмотреть. Снежочек. Как там видно? Да, вот мои усы. Смотри, борода. Так. Втягиваем руку, идем дальше. На пересвет сможем проверить. Вот такие дела. Такие вот можно влоги снимать. А теперь у нас основная камера широкоугольная. Включилась отдельно. Вот настолько это широко. Опять же обычная походочка. Давайте к моим любимым львам подойдем. Пока подходим к львам. Вот так вот в руку возьму. Вытяну. На вытянутой руке вот так будет смотреться. Ну, если там какой-то в инстаграм снимаетесь. Вот так примерно. Куда-то еще. Вот так вот себя можно на ширик снять. Дайте львов. Пофтографируем, что ли. Вот они, красавчики. Левка. Так, ширик. Камера записываем из машины. Вот такая будет обзорность. Если где-то на ровне глаз этого вот так вот где-то находится. Вот так можно чем-нибудь интересный контент подзаписать. Москву наконец-то начало заметать снегом. Наконец-то. Субтитры создавал DimaTorzok По играм вопросов нет вообще никаких. Есть такая фича Game Booster и Frame Booster. То есть плавность игры тебе здесь просто обеспечена. Ну, все, чтобы ты вообще никуда не отвлекался. Работает он таким образом, когда мы заходим в игрушку, немножко тянем. И здесь у нас будет блокировка касания экрана, блокировка кнопки навигации. Можно снимок экрана сделать, соответственно, все это дело еще и записать. Мониторка температуры. Можно заблокировать там уведомления во время игры. Ну, это удобно. И показано, сколько у тебя хватит батарейки до того, как у тебя телефон сядет. Круто. Ладно, все, выходим отсюда. У меня тут еще есть для него такие вот небольшие подарочки. Это два чехла. Один силиконовый, оригинальный, другой с окошком S-View. Так, давайте откроем. А то заполучить чехол и не воспользуются им это будет неправильно. Так, тоже такой коралловый цвет. Здесь он специально, типа, сделан как кошелек. Тоже здесь можно какую-нибудь карточку свою банковскую сделать. Типа, в телефоне и так есть беспроводная оплата, можно и так сделать. Классно, что он сразу примагничивается, вот. И у нас включается такой режим. То есть телефон сам понимает, что если у меня просто этот Always-On Display, он где-то здесь будет отображаться. А здесь мы этим хоба перескакивают сюда, потому что там специальные магнитики, все дела. Ну, что ты будешь? Вот, и у нас сразу все уведомления, время, все показано. И плюс, когда тебе звонят, можно, не открывая телефон, прямо здесь, хоп, здесь, видите, у нас отверстие по динамике есть. Прямо так разговаривать. Слушайте, выглядит классно. Знаете, сколько стоит? 3500 рублей. Вот. Давайте примером силиконовый. Ну, качество, качество, прям чувствуется, прям очень мягенький. Так, вот, коралловый. Опа. Па-бам. Слушай, классно, шариками выглядит, да? Вот так, сзади. Вот такое было видео про Galaxy A71. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Продолжение классное. По поводу A70, A71. Классно. Сделали такое, знаешь, обновление. Обновление по той же самой цене. Плюс улучшили камеры. Да? Почему нет? Классно, что в телефоне есть и сканер-печатка пальцев под дисплеем. Супер стабилизация. И камеры дофига. И макросъемка есть. И быстрая зарядка. Реверсивной зарядки нету. Ну, конечно, основные отличия касаются сейчас камеры и дисплей. По крайней мере, как он выглядит. Вот здесь, видите, изменили капривидный на вот такой вот вырез. Спасибо, что досмотрели. Переходите ко мне на канал. У меня еще куча других интересных видео есть. Поставьте оценку этому видео. Понравилось плюс, не понравилось минус. Пишите комментарии. Все, читаю. Ну, все. С вами был Ря. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok